Добрый день! С вами снова Любой Велент, и вы находитесь на моем канале, на котором мы беседуем о книгах и играх для детей и их родителей. Тема сегодняшнего разговора — это книги от блогеров, причем от известных блогеров, у которых в Инстаграме очень много подписчиков. Сразу скажу, что из всех людей, про которых сегодня будет вестись речь, я подписана только на одну девушку. Про часть оставшихся я слышала, а о некоторых узнала только после прочтения. Сегодня я расскажу о пяти книгах, которые я прочитала в прошлом и в этом месяцах, но это будет однозначно не последнее видео такого формата. Я уже присмотрела несколько новинок, которые еще не читала, но которые достаточно популярны в интернет-магазинах. Планирую их приобрести и в будущем тоже рассказать вам. Итак, первая книга, автор Наташа Мишина, Инстаграм-аккаунт BeautifulMom, декретные материалы, сон где-то рядом. Если кратко, то эта книга получает звание «Худшая книга года» из прочитанных мною в этом году. А прочитала я уже около 80 книг, если я не путаю, сейчас, к сожалению, не могу точно посмотреть. Книга с очень большими претензиями. Я сейчас зачитаю аннотацию, часть аннотации. Привет, меня зовут Наташа Мишина. Я журналист, колумнист Грация и Космополитен, автор популярного блога BeautifulMom и теперь, видимо, писатель. Автор сама не уверена, писатель она или не писатель, но, как по мне, это не литература. А еще «Я мама абсолютно очаровательного, но совершенно невыносимого Михаила». Это книга о том, чего ждать, когда ожидаешь ребенка, и что делать, если твои ожидания не совпали с реальностью. В аннотации в одном предложении три слова. Ждать, ожидаешь, ожидания. В общем, это уже говорит о многом, о стиле писателя и так далее. А они часто не совпадают, уж я точно знаю. Если вы мама, эта книга для вас, потому что она вас повеселит. Да, кстати, меня она совершенно не повеселила. Мне было ее грустно и печально читать. И если бы я не хотела рассказать о ней вам, хотя не знаю, зачем рассказывать про плохие книги, но расскажу. Я бы эту книгу не дочитывала, потому что каждая страница — это страдание, это боль, это желание просто ее куда-то швырнуть и выкинуть. У меня такого практически никогда не бывает. Но это просто, просто какой-то кошмар. Если вы не мама, эта книга для вас, потому что вы узнаете о том, что такое честное материнство, без всех этих розовых единорогов. Серьезно, вот если вот эта книга описывает честное материнство, это очень претензионно говорит, что книга расскажет о том, что такое честное материнство. Потому что, во-первых, с моей точки зрения это совершенно не так, а во-вторых, у каждого ощущения разные. И если рассказывать всем, кто еще не мама, как написано в этом разделе, в этом абзаце, аннотации, и вы хотите узнать, что такое честное материнство, и вы прочитаете эту книгу, вам будет казаться, что все плохо, потому что эта книга, это полнейший депрессняк. Когда я читала, мне казалось, что автор просто вместо того, чтобы сходить к психотерапевту и рассказать о своих проблемах, которых у нее накопилось много, да, я понимаю, ей было нелегко, у нее достаточно все сложно происходило. Но я не понимаю, зачем эта литература, зачем это писать? Чтобы погрузить всех в депрессию, если хочется поговорить о плохих эмоциях, о чем-то плохом, вот в таком контексте, как здесь, это нужно идти к специалисту, к психологу, к каким-то близким друзьям, к подругам, которые готовы выслушать. Но зачем нести это в массы? Зачем говорить, что это честное материнство? Во-первых, это все вранье, это личная история одной единственной девушки. И не более того, у всех все разное. И даже если взять узкий круг людей, меня, моих друзей, моих знакомых, у которых есть дети, да, у всех есть сложности, однозначно. И у каждого эти сложности свои. Тот же сон детей, истерики, капризы, это есть у всех. И это нормально, это норма возраста. Если ребенок не истерит, если он не плачет, если у него все хорошо, и он всегда послушный слушается, это как раз повод задуматься. Так не бывает. Но абсолютно обо всем можно рассказать по-разному. А это... Это какое-то недоразумение, а не книга. И закончим читать аннотацию. Если вы папа, эта книга для вас. Потому что папа, это вообще-то то же самое, что мама. Только мужского пола. Я абсолютно с этим согласна. Папа точно такой же родитель, как и мама. И в аннотации это написано хорошо. А если прочитать то, что написано про пап в книге, то это сплошная зависть. Это сплошное недовольство ими. Это обвинение в их сторону. Потому что мамы рожают, а папы в это время, вместо того, чтобы страдать в роддоме вместе с ними, они нет. Они идут на танцпол, танцуют, празднуют, веселятся. А что им делать? Им страдать надо? Плюс еще в этой книге чувствуется, что когда автор стала мамой, она не очень хорошо представляла, что это такое. Да, такая проблема есть. Такое может быть. Ожидания не верны. Но все, что написано, как написано, это концентрируется на негативе, на каком-то депресснике, на том, что все плохо. И тут встречаются иногда мысли, что я люблю своего сына, что он мне приносит радость. Но читая это, не верится. И ошибка автора в том, что она экстраполирует свой опыт на всех других. Ей кажется, что то, как у нее, так и у всех. Но это не так. То, как тут написано, это совершенно не литературно. Мне даже не хочется зачитывать, потому что здесь такие слова, которые я в своей речи обычно не употребляю. И автор это называет юмором, чтобы посмеяться, чтобы... Мне не смешно от этого. Это какие-то плоские, тупые шутки прямо в лоб. Например, среди нелитературных фраз «Полная срань» выйдет. Или еще было слово «Попа», только с буквой «Ж» в начале. Много раз я даже не считала, но раз 10, наверное, было. И если взрослый, адекватный человек прочитает эту книгу, может быть, она ему даже понравится, может быть, он посмеется. Я признаю, что я не являюсь целевой аудиторией Наташи Мишиной. Мне не нравится ее стиль написания. Мне не нравятся ее мысли, которые она тут выдает. Мне ничего не нравится в этой книге, кроме только что обложки. Обложка, да, нарисована достаточно стильно. Но взрослый человек, прочитав это, сделает свои выводы, и он все равно останется при своем мнении. Но если бы я была сыном Наташи Мишиной, и я бы выросла, а потом прочитала эту книгу, я бы не смеялась. Мне было бы печально, и мне было бы грустно от того, как она рассказывает о своем собственном сыне. И причем перед всеми людьми, которые прочитают книгу. И вот это в книге самое печальное. Потому что здесь чувствуется какое-то неуважение и презрение к мужчинам, к другим женщинам, у которых все хорошо и не так плохо, как у нее, к детям, к своим и чужим. Здесь чувствуется мысль о том, что женщина, она великая каста, а все остальные, это какое-то ничтожество. И они не заслуживают того, чтобы радоваться, чтобы веселиться. А дети мешают тому, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться, они все портят. В общем, у меня в блокноте исписано еще четыре страницы о том, что я хотела рассказать про эту книгу, почему именно она мне не понравилась, но я больше не хочу ничего говорить. Это не книга, это сборник каких-то статей из инстаграма с разговорной речью, абсолютно неподходящей для книг. Этот текст не несет в себя абсолютно ничего хорошего. Он, к сожалению, пропагандирует неуважение к другим людям, неуважение к детям, неуважение к мужчинам, неуважение к тем, кому повезло немного больше, чем Наташа Мишиной. Это читать неприятно, это не честное материнство, это какое-то извращенное описание материнства и неприятных моментов в нем. Конечно, есть и позитивное, и негативное, но здесь концентрация только на плохом, только на отрицательном, и это ужасно. И под конец я зачитаю последний абзац аннотации. Эта книга будет с вами в богатстве и бедности, печали и радости, а также в прихожей, когда ваш трехлетка будет второй час пытаться самостоятельно зашнуровать ботинки. Серьезно? В богатстве и бедности, печали и радости. Следующая книга, про которую я расскажу, называется «Как быть успешной мамой» Евгения Дидюля. И здесь написано более 525 тысяч подписчиков в инстаграме. Когда я покупала эту книгу, я даже понятия не имела, кто такая Евгения Дидюля. Я не знала ее. А оказалось, что она жена известного музыканта Дидюля. И сразу скажу, мне эта книга не понравилась, но она значительно лучше предыдущей. Для начала хорошая. Во-первых, эта обложка, она очень хорошо описывает то, что делает мама. Во-вторых, мне очень понравилось то, как Евгения рассказывает о своей семье, о своем муже, о своей дочке, о своих жизненных принципах. Чувствуется, что она очень хороший, приятный человек, и с уважением, и с любовью относится к своим родным. В отличие, кстати, от предыдущей книги, в которой автор втаптывала в грязь всех, кто ей не нравится. А здесь, наоборот, автор оставляет о себе приятные воспоминания. И лично для меня положительное в этой книге закончилось. Также хочу отметить, что это очень тонкая, краткая книга. Здесь меньше двухсот страниц. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И на самом деле, здесь еще меньше информации, чем может показаться. Потому что в большей части книги с одной стороны это текст, а с другой стороны это просто цитата из данного текста. И в общем-то, так почти вся книга вот цитата, 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 цитата. Это такая верстка. Это тоже не хорошо, не плохо, это просто факт. Одна из моих самых больших претензий к книге, что название вводит в заблуждение. Она называется «Как быть успешной мамой». И с одной стороны, да, Евгения рассказывает о том, каких она добивается успехов, но именно про то, что она делает как мама, здесь очень мало. Книга – это автобиография. И да, она честно об этом пишет сразу в начале. Первая страница от автора – это автобиографические зарисовки на тему прожитых мною 32 лет. То есть да, если прочитать первую страницу, здесь все честно, так и есть. Это автобиография, это не инструкция для мам, для родителей, это просто какие-то воспоминания Евгении Дедюли. И здесь очень много про ее детство, про то, как она познакомилась со своим мужем, про фанатские будни, про каких-то фанаток, которые вообще здесь никаким боком не должны быть. Да, это будет интересно почитать фанатам. Евгении Дедюли, она тоже певица, как я узнала из этой книги. Но книга по названию вообще-то про другое. Здесь и картинка, и все не то. С одной стороны, интересно прочитать про каких-то странных фанатов и, в принципе, про певца Дедюлю, она про него здесь тоже упоминает. Но если вам нужна книга именно для родителей, это не она, это совершенно о другом. Поэтому, если вопрос стоит, для кого эта книга, то это для поклонников Евгении Дедюли, либо ее мужем. Вторая моя претензия, это стиль текста. Он лучше предыдущей книги, это факт. Но здесь все так сумбурно. Она скачет с одной мысли, на другую мысль. Она ставит миллион восклицательных знаков в конце предложения. Вы знаете, вот эти мотивационные тексты. Больше энергии, больше вдохновения, больше мотивации. Золнистовствует и аплодирует стоя. В общем, это про вот это. Но я подозреваю, что она хотела написать именно так. И снова, я не являюсь целевой аудиторией этой книги, поэтому она мне не понравилась. Здесь очень много ошибок, как орфографических, так и пунктуационных. В основном, вторых. В книге автор хочет мотивировать женщин, у которых ей дети, выглядеть хорошо, заботиться о себе и многому другому. Да, это очень хорошо, но некоторые вещи, которые тут написаны, могут демотивировать, особенно если им поверить. Например, мы с мамой кочевали из палаты в палату, и она читала мне много сказок и стихов, поэтому говорить я стала рано и уже стихами. В год я читала Майдадыра наизусть. Я не верю. Не может в год ребенок читать наизусть Майдадыра. Ну, нет, 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 ну, вы не заставите меня в это поверить никогда. Но проблема в том, что некоторые, прочитав это, могут поверить и почувствовать свою собственную неполноценность, как взрослого, который не говорил так в год, так и родителя, у которого ребенок в год еще не особо-то и слова говорит, а не то, что Майдадыра читает. Хочу отметить, что Евгения Дедюля, она большая молодец, она всего добилась сама, своим собственным трудом, своей работой. И она хочет на это мотивировать читателей. И если вы любите читать историю успеха, вы можете почитать. Это не лучшая книга на эту тему, и эта книга не для родителей, это именно история успеха одного человека, немножко привязанная к теме материнства, но совсем немного. Если вы любите такое почитать, можете почитать, но в общем я не рекомендую эту книгу. Еще что хочу отметить, что мне очень сильно не понравилось в этой книге. Я не люблю, когда человек, не являющийся специалистом в какой-то области, начинает раздавать советы, как будто он все знает. Здесь это касается советов по здоровому питанию, что нужно кушать, чтобы похудеть. Каждый имеет право на свое собственное мнение, но если вы учите этому других, то вы должны либо быть специалистом в этой области, либо ссылаться на какие-то источники, достоверные источники, а не раздавать то, что вы считаете правильным налево и направо. Я согласна не со всеми ее советами, но я не буду их обсуждать. Если вы хотите почитать что-то на тему здорового питания, я могу вам посоветовать книгу Регины доктора, я про нее уже рассказывала, но на своем втором YouTube-канале, посвященном тем книгам, которые читаю я сама. Ссылку на это видео я оставлю. В общем, эта книга неплохая, нехорошая, для меня она никакая. Следующая книга это Неидеальная мама Ирина Батогова. Инстаграм-аккаунт Мама2 их более 800 тысяч подписчиков. Про этот инстаграм-аккаунт я знала и мне он нравится. Что мне понравилось в самом начале книги это то, что она пишет, что я просто мама обычная, неидеальная, просто мама двоих детей и просто рассказывает, как воспитывает и развивает своих детей без претензий на что-то большее, как в книге декретные материалы, где автор претендует на описание того, что такое честное материнство. И если в декретных материалах это было нечестно по отношению к читателям, а в этой книге все абсолютно честно и искренне. Мне очень нравится ее инстаграм-аккаунт. Она там рассказывает много разных идей, игр, опытов, каких-то веселых, развивающих, развлекательных занятий. Я не отслеживаю все посты Ирины, но периодически, если хочу что-то придумать, я туда захожу за идеями. Эта книга состоит из трех частей. Первая часть это какие-то опыты и развивающие игры, поделенные на возраста. Здесь разделы для самых маленьких 1-2 года, потом 2-3 года, 3-4 и 4-6 лет. И здесь достаточно много очень всего интересного. Мне нравится ее идея. Ирина на самом деле молодец. Она вдохновляет на какие-то штуки. Например, здесь есть даже настольный футбол, который можно сделать своими руками. Это мне кажется очень круто. Некоторые вещи, про которые она говорит, я встречала в других местах, либо могу додуматься до чего-то похожего сама, а некоторые для меня были просто открытием. Например, мне очень понравилась игра поиски под водой. Нужно на лист бумаги наклеить наклейки каких-то морских жителей, поставить наверх контейнер с водой, залить туда гуашь синего цвета, как будто это море, потом погрузить туда банку дном вниз, чтобы не попадала вода, водить банкой по дну и искать морских жителей. Мне кажется, это очень интересно. Я вот думаю со своим сыном попробовать такое сделать. И вообще, прочитав эту книгу, я ее от начала до конца прочитала, все идеи просмотрела, я нашла для себя очень много интересного и записала, что хочу попробовать с ребенком. Вторая часть книги это лайфхаки для мамы, а именно игры в дорогу, игры на природе, хранение игрушек, приучение к горшку, зачем чистить молочные зубы, если они все равно выпадут, как правильно выбрать подушку. А третий раздел это рецепты. В общем, книга неплохая, в ней много хороших идей, но проблема в том, что все, что здесь есть, написано в инстаграме у Ирины, и можно это получить абсолютно бесплатно. Если вы не любите смотреть инстаграм, вы можете купить книгу и подглядывать здесь, да, здесь очень много всего интересного, это я вам гарантирую. Вы точно найдете для себя что-то для своего сына либо дочери, для разных возрастов. Но если вы не хотите тратиться на книгу, то и не надо, потому что в инстаграме у Ирины абсолютно все это есть и даже больше. Единственное отличие, что здесь все сгруппировано по возрасту, а там в разнобой скорее. В любом случае идей никогда не бывает много, потому что иногда бывает просто ступор, непонятно чем еще заняться, и такие книги как раз оказывают большую помощь. Следующая книга, про которую я расскажу, это книга про родительство. Мама, не кричи, инстаграм-аккаунт про родительство, более 500 тысяч подписчиков в инстаграме. Книга мне частично понравилась, частично нет, и я расскажу, что я имею в виду. Она состоит из двух частей. Первая часть это курс на тему того, как перестать кричать, как перестать срываться на своих детей. Он состоит из 10 дней, каждый день это отдельная глава, и потом идет домашнее задание. Но я бы сказала, что этот курс он скорее про ресурсы мамы, про то, как сделать так, чтобы она немного восстановила свои силы, потому что когда не выспался, уставший, то, конечно же, более раздражительный и с большей вероятностью накричишь на детей. Здесь также про установку «Я плохая мама», про отношения с мужем и про похожие темы, но в общем это все связано именно с внутренними ресурсами мамы. А вторая часть это текстовая запись прямых эфиров, которые проводились у них в инстаграм-аккаунте. И я узнала, как это называется, это называется транскрибация аудиодорожки. Так что благодаря книге выучила для себя новое слово. Прямые эфиры, как я понимаю, авторство разных людей, потому что немного разный текст, разный слог, разные стили, похоже на то, что это рассказывали разные люди. А первая часть это текстовая версия марафона, который они проводят на своем инстаграме про родительство. Я эти упражнения сама не делала, но мне они показались хорошими. Возможно, некоторые немного странные для меня, но так как я не делала, я не могу точно сказать, помогут они или не помогут. Мне кажется, что они могут помочь во многих случаях. Конечно, иногда родители срываются на детей не только потому, что не выспались, но и по другим причинам. Но, в принципе, если причина в усталости, то, мне кажется, можно попробовать этот курс, потому что осознанность, ресурсы, это то, что необходимо маме. На мой взгляд, можно было добавить в этот курс еще другие вещи, которые очень сильно могут влиять на ресурсы мамы. Но авторы пишут, что многим людям их курс помог, и я в это верю. Но сразу отмечу, что я, например, с некоторыми тезисами не согласна. Но если пропустить этот курс через собственное критическое мышление, то в нем можно найти очень много полезной информации. Но это не является истиной во всех инстанциях. К тому же, как я понимаю, мамы, авторы этого курса, они не являются прям большими специалистами. То есть, это обычные мамы. И об этом написано. Но они искренне желают помочь. Плюс один из дней был немного мне непонятен. Он про травму. Например, тут написано «Знаю, что у вас нарциссическая травма или травма самооценки, вам нельзя просить людей вас прокритиковать, потому что для вас это всегда будет болезненным». И еще дальше. Если у вас травма ранней потери, вам нужно научиться замечать, как вы заранее отталкиваете людей, как вы первые всех бросаете, потому что близость для вас это риск новой потери. Это все звучит очень хорошо, и, наверное, так оно и есть. Но откуда мне знать, есть ли у меня нарциссическая травма? Я даже не знаю, что это такое. Здесь это не объясняется. И потом тут написано, что работать с травмой можно только через принятие, через идею о том, что она никогда у вас не исчезнет, но ее можно полечить и научиться с ней жить. И еще там все в таком духе, и я, например, не могу понять, как мне ее принять. То есть, допустим, у меня есть какая-то травма, и что мне делать, я из этого не поняла. А потом домашнее задание. Что вам вспомнилось, какие появились ответы, что вам теперь о себе стало более понятно. Запишите ответы на эти вопросы в заметке в конце книги. Мне, например, из этого ничего не стало понятное. Я прочитала какую-то теорию, но вот в данном случае я не могу ее на себя применить, и мне этот раздел, этот день девятый про детские травмы как-то вот прошел мимо. И еще эта книга написана немного скучновато что ли. Я себя заставляла ее читать, мне было сложно, вроде бы тут ничего такого нету, я не понимаю, в чем дело, но мне было читать ее скучно. Возможно, потому что здесь очень мало примеров, здесь идет просто текст как теория, а примеров нету, а я люблю, когда примеры есть, потому что на них гораздо лучше понимаешь то, что автор хочет донести. То есть, на мой взгляд, с текстом этого стоило бы немного поработать, чтобы как-то лучше доносить свои мысли. И многие упражнения здесь на саморефлексию, причем рекомендуется делать все письменно. И еще один момент, тоже применительно к этим травмам и к некоторым другим частям книги. Если начать в себе копаться, можно докопаться до каких-то вещей, которые вскроются и станет только хуже. Потому что с некоторыми должен работать специалист, именно психолог либо психотерапевт. А если это все раскрыть в себе, то потом нету поддержки и что с этим делать непонятно, может стать только хуже. Просто я к тому, что возможно с некоторыми вопросами здесь стоит быть осторожными. Но это уже на усмотрении каждого человека индивидуально. Также то, что здесь написано не всегда согласуется с тем, что я слышала в других местах. Например, на своих семинарах Валентина Паевская говорила, что если ребенок начинает чего-то требовать и истерит, он будет истериить, истериить, 10 минут истерить, 15 минут истерить, потом мама не справляется с этим, ей становится жалко себя, жалко ребенка. Ну, в общем, она дает ребенку то, что он требует. И это плохой вариант, потому что ребенок понимает, что он кричит, истерит, и мама выполнила его требования. Значит, в следующий раз, если он будет истерить столько же времени, а мама ничего не даст, он продолжит истерить, он будет истерить дольше, потому что он уже понимает. Конечно, немножко полусознательно, не так логически, как взрослый, но все равно он знает, что если он будет долго кричать и плакать, то мама сделает то, что он хочет. А здесь написано наоборот, я сейчас зачитаю. Родители думают, что согласившись, они пойдут у него на поводу и воспитают манипулятора, хотя на самом деле это про опыт победы. Это возможность понять, что тебя слышат, и что у твоей воли есть сила. Что-то, чего ты требуешь, может быть осуществлено. Тогда в следующей подобной ситуации ты сможешь попробовать кричать уже тише. Ты можешь уже не прикладывать столько сил, ведь эти твои взрослые в принципе имеют способность тебя слышать и соглашаться, и тебе это ясно. В общем, в данном случае я предпочитаю верить Валентине Паевской, потому что она является специалистом. Также в некоторых советах все очень просто, как будто в жизни так же. Например, замечайте тревогу, которая приходит к большинству из нас, когда что-то заканчивается, и говорите себе простые три слова. Похоже, я тревожусь. Этого будет достаточно, чтобы вдохнуть и выдохнуть спокойно. Если взять конкретно меня, то я прекрасно осознаю, когда я тревожусь. Я могу подойти к мужу, сказать, что я беспокоюсь, меня это тревожит. Это я знаю, но эти слова не спасают ситуацию. Я все равно продолжаю тревожиться. К сожалению, не работает, по крайней мере, для меня. Что еще мне не понравилось в этой книге, это то, что здесь не сказано ничего на тему того, как из себя эту агрессию убрать. То есть, насколько я поняла, ее нужно сдерживать, не давать ей выйти. Но это тоже не является хорошим решением, потому что, если в себе это копить, то потом накопится и как бомбанет, что мало не покажется окружающим. Поэтому нужно как-то с этим справляться, не знаю, потанцевать, например. Есть очень хорошая книга Эмили Нагоски и ее сестры Нагоски забыла, как ее зовут. Называется Выгорание. Я ее еще не дочитала. Когда я дочитаю, про нее расскажу на своем втором канале. И эта книга как раз про то, как выгружать свои эмоции. Точнее, в том числе и об этом. Все, что я сейчас рассказала, в принципе, это не слишком большие минусы. И с этим можно жить. Можно все равно эту книгу прочитать было бы и с ней работать. И до определенного момента книга меня не раздражала. А потом я наткнулась на раздел про то, как работать со снами. Я очень люблю тему сна. И в этой книге было бы логично написать про то, что нужно много спать. Но здесь написано про другое. Про то, как работать со снами и какие делать из них выводы. Да, вести дневник сновидения это хорошо. Но то, что здесь написано, я их зачитаю. И после этого я не буду комментировать, потому что можете со мной соглашаться и не соглашаться, но на мой взгляд это псевдонаука. Ни в одной из книг про сон, которых вон там у меня стоит достаточно много, еще вон в другом месте, ни в одной я такого не слышала. И те книги написаны сомнологами, научными журналистами, ну... В общем, слушайте. Нельзя возвращаться мыслями в сон с желанием его переделать. Это объясняется тем, что некоторые образы в наших снах связаны с работой разных органов. То есть сигнал, по которому шел образ и сигнал работы печени или кишечника могли быть одним целым. И тогда, если мы погрузимся в подобную проработку и представим себе, как поконфликтовали бы с начальником, мы можем вниманием случайно поссорить какие-нибудь свои внутренние органы. Цитата закончена. Я не буду комментировать это. Пусть каждый решает для себя сам, могут ли его органы поссориться друг с другом из-за неправильной проработки снов. И я не знаю того человека, кто это написал. Это из второго раздела записи прямых эфиров. И здесь только две последние главы с авторством, а все остальное это какой-то человек ноунейм, и мне это не нравится. Я не знаю, кто эти люди, я не знаю, кто эти авторы данных текстов. Могу я им доверять или не могу? Может, это Вася Пупкин из соседнего подъезда? И после того, как я прочитала главу про сон, я не могу к этой книге относиться серьезно. Я не могу ее рекомендовать, потому что эта глава просто выбила меня. Я не знаю. зачем это было здесь написано. Это совершенно не тема книги. Вот, кстати, что мне понравилось, это раздел 50 способов справиться с истерикой. Конечно, там в основном на тему отвлечь, увлечь, успокоиться, выдержать, подождать, но там есть неплохие идеи, которые можно использовать. Хотя некоторые способы мне кажутся не очень корректными, которые немного обесценивают чувства ребенка. Но это лишь мое мнение, каждый вправе делать так, как ему хочется. Так же, как и выбор о том, читать эту книгу или не читать. Я не буду не рекомендовать ее, не просить ее наоборот выкинуть. Думайте сами, потому что я рассказала то, что я про нее думаю, те минусы, которые в ней есть, с моей точки зрения. Это лишь мое мнение, прошу на него не обижаться, авторов книги, если они меня смотрят. А я со своей стороны рассказала то, что я про нее думаю. Следующая книга, про которую я расскажу, это Ольга Савельева «Мам. Материнство, основанное на реальных событиях». Книга сделана в формате азбуки, то есть каждая глава названа А, Б, В и так далее, то есть каким-то словом, начинающимся на букву. А. Алмаз, Б. Баунти, В. Взятка, Г. Границы и так далее. И даже тут есть и твердый знак, и мягкий знак. В общем, все буквы русского алфавита, кроме, наверное, буквы «Е». Нет, «Е» есть, то есть здесь все буквы. И каждый этот подраздел это маленькая история из жизни Ольги Савельевой, ее мужа, ее детей. И в своем рассказе она хочет донести какую-то мысль и, в принципе, неплохо доносит. И мне в основном нравятся ее мысли. С некоторыми я согласна, с некоторыми не очень. Но эта книга ни к чему не призывает, ни к чему не принуждает. Она просто делится своим мнением на какую-то тему через свои личные истории. И это очень интересно читать. Книга хорошо написана. Эти истории очень легкие, простые. В них иногда можно узнать себя, либо своих детей на каких-то других примерах, но очень похожих. Здесь рассказано про очень хорошие мысли, про то, что нужно держать границы, про то, что жизнь состоит из маленьких радостей, про то, что лучшая мама это счастливая мама, и много другого, и все очень по-доброму, написано очень легко и приятно читается. Мне книга на самом деле понравилась. Это не сборник советов для мам, нет, это скорее опыт одного человека, и те принципы в отношении воспитания детей, которых она придерживается. Например, про то, что нужно быть принцип Ольги Савельевой и на примере из своей жизни она рассказывает об этом. Причем из книги можно почерпнуть какие-то идеи, например, то, как она выходит из разных ситуаций, как она дает право выбора и самостоятельности своим детям, и если они ошибаются, она потом с ними это обсуждает, и они учатся на собственных ошибках, причем именно на собственных, которые они самостоятельно сделали и самостоятельно выбрали. Или, например, про вину. Зачем люди иногда говорят такое, что другой человек еще больше погружается в это неприятное чувство, он и так сам себя накажет, он и так знает, что виноват, но зачем еще со всех сторон ему об этом говорить, никто лучше самого себя не накажет. И эти негативные слова только хуже сделают. И здесь, опять же, на очень хорошем примере об этом рассказанном. Кстати, в некоторых рассказах можно почерпнуть для себя какие-то идеи, как чему-то научить детей, если, конечно, у вас такие же принципы, как и у автора. Но в любом случае, мне эта книга понравилась, и после всех предыдущих, о которых я рассказывала, это так приятно было читать. Да, это немного другой тип литературы, это ближе к прозе, к рассказам, но написано это гораздо лучше любой из предыдущих книг. И мне очень нравится посыл автора, что когда что-то случается в жизни, то она воспринимает это как жизненный урок. Она не ноет, не страдает, ребенка не ругает, наоборот, она показывает ему, какие нужно сделать из этого выводы, чему научиться. И даже в тех случаях, когда, казалось бы, ничему не научиться, но нет, есть. Кстати, мне очень понравилась здесь идея давать каждому дню название, то есть прошел день, и спрашивать у ребенка, что лучше всего запомнилось, что было самое интересное, и в зависимости от этого дать название. Например, просыпалась мука, это день просыпанной муки. Это же весело, интересно, и позволяет пообщаться и повеселиться с детьми. В общем, книга мне понравилась, она легко, приятно читается, без напряга, без каких-то вот негативных моментов, она очень добрая, очень легкая, она не напрягает, не научает, а просто рассказывает немного поучительные истории жизни, которые в каких-то местах могут даже помочь. И если кратко про эту книгу, то это сказкотерапия для взрослых, по крайней мере, у меня такое ощущение возникает. И главное, не надо от этой книги ждать слишком многого, для меня это просто очень приятное времяпрепровождение. У автора есть еще другие книги, но уже не на тему материнства, на другие темы, например, апельсинки, честная история одного взросления, попутчица, рассказы о жизни, которые согревают два сапога, книга о настоящей невероятной и несносной любви. Мне кажется, что другие ее книги тоже в таком же стиле написаны, и возможно в будущем я их и прочитаю. Сегодня я рассказала всего про пять книг, которые я прочитала. Это книги от блогеров, которые достаточно известны в инстаграме. И я могу сказать, что в основном они меня разочаровали, и мне печально, очень печально, что эти книги выпускают, что их читают многие люди, потому что есть много очень хороших книг, которые, к сожалению, пылятся на полках. Со своей стороны я буду читать дальше книги для родителей, книги блогеров и книги специалистов и рассказывать о них вам. Следующие книги для родителей, про которые я буду рассказывать, это книги издательства Генезис. Там пять или шесть книг, я точно не помню, и буду я про них рассказывать в другом формате, в формате марафона книг для родителей, то есть одно видео, один день, и выходить они будут либо через день, либо через два дня, я подумаю, как сделать. Я буду читать эту книгу и давать самые свежие эмоции, то есть я что-то прочитала, меня что-то удивило, впечатлило, зацепило, я сразу же буду включать камеру и об этом рассказывать. Надеюсь, этот формат вам понравится, и ждите это либо в конце месяца, либо в начале следующего. Также у меня на канале совсем недавно вышло видео с моими самыми любимыми книгами для родителей, которые очень сильно повлияли на меня. Ссылку я оставлю, если тема вам интересна, то обязательно обращайтесь. И, кстати, там тоже есть несколько книг, которые сделали блогеры. Ставьте мне лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!